здравствуйте уважаемые зрители продолжим обзор новой линейки паяльных станций от компании люкей и на этот раз у меня станция v6 предоставленная для обзора компании green spark размер опаковки который поставляется станция намного меньше чем v5 это 3024 и в высоту меньше 15 сантиметров посмотрим что внутри так инструкция на английском и китайском инструкция на русском набор насадок для фена держатель фена блок станции фен сетевой шнур паяльник и подставка для паяльника с губкой для очистки жала вот это весь комплект блок станции значительно меньших размеров чем у модели v5 ширину это с точностью до миллиметра не скажу но это 157 в глубину 185 и в высоту 123 миллиметра забыл сказать что в комплекте идет такой же стилус для сенсорной панели как и v5 включение и выключение паяльника и фена и установка их температуры также осуществляется с помощью сенсорной панели и сбоку индикация текущего значения установленной температуры на нижней части шнур для подключения фена он не отсоединяется разъем для подключения паяльника регулятор воздушного потока и кнопка включения станции паяльник такой же как и в модели v5 за исключением только своей расцветки она такая вот ярко сине-желтая такой же разъем для подключения к станции и использован тот же нагревательный элемент производства хакка подробно останавливаться на работе паяльника не будем об этом я достаточно сказал в обзоре по станции v5 скажу лишь что в этом паяльнике также нагревательный элемент не достает до конца жала более подробно остановимся в этой станции на фене так как здесь применен совершенно новый тип фена по своим габаритам он больше похож на строительный кстати во время работы не ставьте его на стол так как отверстие для забора воздуха находится с нижней стороны всегда устанавливать его специально подставку которая монтируется сбоку станции для фена в комплекте идут четыре насадки с различными диаметрами и так максимально заявленный воздушный поток составляет 79 кубических футов в минуту один кубический фут в минуту это 28,3 литра в минуту и путем несложных вычислений мы получаем величину в 2235 литров в минуту мощность нагревательного элемента также очень высокая диапазон температур стандартный от 100 до 480 градусов цельсия 2235 литров это очень мощный воздушный поток к примеру у обычных строительных фенов типа makita воздушный поток в среднем составляет 500 600 литров в минуту конкретно в этой модели он составляет 550 литров в минуту и сейчас я попробую сравнить эти два фена так как точных измерений я провести не могу то сравнить буду с помощью своих рук температуру установим на минимальную чтобы моя рука не обуглилась и установим максимальный воздушный поток на обоих инструментах включаем пен станции и включаем макиту итак сейчас моя рука примерно в 10-15 сантиметрах от сопла каждого фена я хочу сказать что значительной разницы я не смог почувствовать так что скорее всего заявленный воздушный поток в 2235 литров в минуту не соответствует реальности попробуем проверить на каком расстоянии от сопла сохраняется выбранная температура сразу установим на максимум температура 100 градусов и включим фен вот у самого сопла температура около 90 градусов на расстоянии примерно 5 сантиметров практически не уменьшается от одеяна еще сейчас расстояние примерно 10 сантиметров и температура упала примерно до 70 75 градусов довольно неплохо если увеличим температуру я думаю все останется по-прежнему 220 градусов давайте попробуем воздушный поток на максимум подождем пока прогреется нагревательный элемент до 20 до 20 до 20 прогревается довольно долго из-за того что воздушный поток большой и требуется больше времени для прогрева нагревательного элемента 202 градуса в районе 200 температуры колеблется и больше не увеличивается ну ладно попробуем на расстоянии 5 сантиметров ничего не меняется на расстоянии 10 сантиметров падает до примерно 160 градусов плюс минус несколько градусов попробуем температура повыше 350 градусов а Субтитры создавал DimaTorzok И хотя на дисплее мы видим, что температура уже должна достигнуть установленной, термопара показывает всего 300 градусов и на расстоянии 5 см. Немного падает до 270 градусов, примерно 280 градусов. При отключении нагревательный элемент отключается и компрессор продолжает нагнетать воздух, охлаждая нагревательный элемент. При достижении температуры 50 градусов происходит полное отключение фена. При увеличении температуры фена, к сожалению, точность установки заметно падает. То есть, как мы видели, при установленной температуре 350 градусов, температура была в районе 300, 305, 310 градусов. На этом всё. Спасибо за внимание. До новых встреч!